доброго времени суток с вами сергей и сегодняшний наш ролик о моем прохождении шестого обследования после операции сразу скажу у меня рецидив уже все позади и сейчас разберем в подробностях что и как мне пришлось проходить в 2015 году у меня был найден диагноз рак хондросаркома мне поставили семнадцатом году меня прооперировали это была ампутация левой руки и каждый год после операции раз в год я делал компьютерную томограмму грудной полости брюшного грудной клетки брюшной полости малого таза у меня за это время нашлось около четырех новообразований все они доброкачественного характера и все каждый раз стояли на месте и раз в год я проходил обследование пройдешь обследование посмотрят врачи это самое все доброкачественные опухоли стоят на месте и в очередной раз в очередной раз проходя обследование годик час уже не буду высчитывать нас при я слетел во-первых это с института имени на палково в санкт-петербурге в песочном потому что у меня закончилась регистрация мое дело уехала в архив нет да заново уже невыгодно делать в городе регистрацию я уже приписался в поликлинике пикалеве ну и соответственно я слетел и нас стал город обслуживать соап город тихвин центр онкологической помощи это филиал лакода и городского областного клинического диспансера туда я попал на прием заведующей коня андреевне и она как-то сказала что я тебе дам направление к нам туда в лакот на литейный там компьютерный томограф делает побольше срезов чем у нас пикалеве окону ладно дает перед бьют отбивайся черта сама я на следующий год пришел проходить через компьютерную томограмму делать через совок хотя я выпустил из вида я забыл и это очень не сильно сказалось что я делал такую же компьютерную томограмму поселке песочном это в институте имени напалково вот и там то тоже срезов больше там более современная томограф и я вот это из вида упустила сразу это я только потом уже вспомнил когда рецидив ну как всегда я перед новым годом начинаю проходить свое обследование то анализа крови и как раз записывать на компьютерную томограмму в конце декабря 2022 года я попал тихвин в царап записался на компьютерную томограмму все дальше спокойненько это сама месяц прошел что такое нету туда позвонит там по моему там украину сломан второй месяц прошел уже февраль это сама опять позвоню 5 тишина ничего потом уже проходит часть февраля я не помню какая ближе уже дело к марту я думаю но все завтра понедельник пойду к я к хирургу и возьму к направлению у нас городе сделал компьютерную томограмму мне как раз воскресенье звонят и записывать на компьютерную томограмму на литейный на литейном я прохожу 24 марта делаю компьютерную томограмму компьютерную томограмму быстренько щеточка очень хорошо все понравилось потом где-то через неделю я попадаю келье павловича это онколога у меня в тихвине в царапе на прием он говорит я спрашиваю или палочка все в порядке он будет нет у вас ведь нашли новообразование я гру где под лопаткой а там да было у меня доброкачественного образования которое изменилось в размерах я был характер он ведь к сожалению злокачественная это самое легкие лимфоузлы все чисто и рнула тогда паниковать нечего это самое вырежу черт делать просто попал все но на литейном что-то там какой-то контур они не просветили не пока не показывают они видят что это злокачественно но они не могут характеризовать какая именно опухоль и дают мне направление на мрт мрт я конечно сразу же задал вопрос а почему гистологии это не взять это смотрите это я делал 24 марта 24 марта так потом мне записали на мрт на мрт потом недельки две уже прошло мне звонят и говорят у нас нет такой программы ну что ж яду я пока под шумочек записался на мрт платно на мрт платно это в мипс я все платные процедуры делаю микс потому что потому что не было никаких претензий там все качественно там проверено это извините мне рекламу в микс записался и поехал уже к онкологу разговаривал что смысл мне делать мрт давайте сделаем биопсию и посмотрим что за опухоль тут уже пришел ответ из лакода что мы не можем сделать такую операцию я только позднее узнал как не для павлович сказал что лакод костями не занимается я думал это какая-то сложная операция тут я понял что уже у меня более более сложно кстати отойдусь маленечко тема никаким образом она себя не проявляла не физические боли не дискомфорт не визуально никак она не замечалась получается расстояние между тем как нашли как нашли я делал как раз еще успел в декабре предыдущего года сделать это получается декабрь двадцать первого года а следующий компьютерная томограмма у меня с промежутком чуть побольше вышло это уже март двадцать третьего года так ну что ж я бы что мне делать он будет ничего страшного анна андреевна договорилась что вас примут в институте имени петрова примет григорий владимирович зиновьев анна андреевна там когда-то работала она с ним созвонилась и мне прям дали направление зеленого цвета 057 у прям туда григорий владимирович так это дело было уже майские майские потихонечку она так вот все растягиваться растягиваться нам на майские праздники я попал нет это было еще апрель я попал туда потом на прием на приеме меня записали что там кто-то отказался от гистологии меня записали на биопсию на биопсию я приехал сделали биопсию и там сразу сказали что до трех недель рассматриваем до трех недель рассматриваем и как раз мне ответ биопсии пришел так сейчас вспомню 2 июня вот смотрите вот в онкологии время это просто пролетает и нету вроде 24 марта нашли опухоль а 2 июня у меня только гистологическое заключение было на руках кстати в институте имени петрова очень удобно высылает все на емайл это очень удобно но что ж сразу я когда прочитал у меня стали волосы дыбом потому что там было написано хондросаркома правой лопатки единственной единственной рекомендация резекция ну конечно google помощь что такое резекция резекция вбиваешь и прс это это удаление лопатки так кто маленько строение организма помнит то так ну помним что резекция лопатки если нет лопатки то лучевая ключ лучевая плечевая кость она упирается в лопатку если нет у вас лопатки то у вас автоматически соответственно вот так вот провисает рука она даже становится ниже потому что нет шарниров людей соответственно меня такой расклад не устраивал не устраивал ну из как бы это самое я тут очень долго думал думал я пошел в отказ от операции потому что я обузами семьи не хочу быть так как я моя главная сейчас задача это заниматься с детьми это святослава в садик будут водить надо будет водить и забирать но как я пойду святослава забирать садик если мне даже будет куртку не одеть так но после это самое семейного совета жены посоветовались и я решил съездить григорий владимирович на прием и с ним обговорить какая будет колечность операции когда приехал на прием григорий владимирович у попал записался позвонил на прием это самое попал то он исходя из компьютерной томограммы то которая была от 24 марта вот он посмотрел функционал руки есть но невелик я конечно так скажу сразу под расстроился под расстроился но все таки в потом принял решение что буду делать операцию сразу же в тот же день я сделал компьютерном томограмму в мипсе платно 8000 она мне обошлась и мы с григорием владимировичем договорились что я на следующий день приезжаю и загружаю диск в архив либо оставляя его на охране григорий владимирович уже без меня посмотрит и примет те или иные действия если что-то мне надо он мне позволит и объяснит а так мне надо было ждать уже с бумажку на госпитализацию приглашение на госпитализацию всю каташечку прошел домой уехал прошел всех врачей как всегда пикалевского поликлиника отработала на ура все врачи спокойненько где-то понимаете дается номерки там через месяц я объясняю поговорил заведующий без проблем пожалуйста дала номерочек подойдите к врачу с врачом переговорить теперь подходил к врачу разговаривал все без проблем всех врачей я прошел это сама но объяснил такая ситуация что надо на операцию наложиться так ну что прошел всех врачей и 22 июня ложусь на госпитализацию институт имени петрова сразу скажу от института имени петрова у меня один позитив начиная от здравствуйте с охранниками все везде позитив все везде приятно 24 числа я вожусь а через недельку это был четверка ровно следующий четверг я уже еду домой счастливый и прооперированный онкобольной пациент так операция длилась два с половиной часа так после меня привезли в палату но как всегда все стандартно блокада рука не шевелится к утру отошел все нормально палата очень замечательно палата для тяжело больных двухместная с душем и с туалетом в тамбуре а также имеется кнопка вызова персонала дежурного это медсестра и очень удобно это подъем опускание спинки кровати и нижней полости ну нижняя мне соответственно ноги поднимать не надо а вот когда тебе так вот лежачий положение либо ложится либо садится кто после операции тот понимает это самое это очень удобно по кормлению кормление замечательно ну я не капризный на кормлении замечательно с утра кашки супы фрукты все прекрасно так по персоналу просто приветливый замечательный все вообще просто обалденно соответственно на перевязках перевязки были на перевязках у мария альбертовна я спрашивал вопросы задавали задавал которые мне насущные приходили в голову спросил какой объем у меня лопатки удален мария альбертовна сказала приблизительно 50 процентов не удалили лопатку не удалили лопатку и большой участок мышечной ткани так как хондросокома успела поразить мышечную ткань но мне главное григорий владимирович со своей командой выгадал функционал выгадал частично оставив лопатку на месте частично удалив неполная резекция все таки что у меня есть какое-то движение конечно где без фанатизма но функционал руки упал на половину все таки что он остался так после выписки после выписки друг коля коля спасибо мы с ним вместе работали я ему позвонил бы коля ну так и так объяснил ситуацию до дома довезешь довезу сами знаете как это сама трястись в автобусе но это не камильфо с кондиционером проехал а еще одно что хочу заметить это косметический шов не наложили это просто такая прелесть никакие не нитки снимать ничего это самое сразу мария альбертовна проконсультировала как самому ухаживать за швом как менять повязки это тоже все замечательно она мне дала на ягру сейчас акдезом или к чем-то ну агдез не очень подходит она показала спрей я вбил в google на такой спрей не не выказал нигде не не выдала вот я у меня на следующей перевязке спасел бы что-то говорю не нашел ваш спрей как вот выпускаете такого в поисковике она говорит да можно это обычной водкой прыскать я так статье дело все в порядке дни загноение ничего шов не растянулся шов вообще красавец так коля друг меня привез домой это тоже благодарность ну и вот я месяц скованный как мне сказали месяц без фанатизма ничего не шевелить ничего не делать месяц ходил как скованный да вот тут надо выдержку иметь это самое после поступил потихонечку разрабатывать руку так так выше в общем сейчас остановился примерно на вот так можно выше даже на 20 сантиметров но когда я опускаю руку обратно даже сейчас был обратно происходит очень неприятный средний средний такой силы средний такая средний болевой такой щелчок как будто знаете сустав на место встал ну что жизненные приоритеты я уже свои перестроил как вы видели это даже передел под лопатку под посадку кедра от этого я ничего не отказываюсь заднюю я не включаю да у меня опять упал функционал мало того что я инвалид инвалидность еще усугубилась у меня еще больше кстати по поводу инвалидности я заходил на врачи на в кабинет врачебной врачебной комиссии объяснял ситуацию что говорит так и так после операции так там посмотрели и сказали что да мне вроде как положено можно пересмотреть первая группа пересмотреть со второй группы мне дать можно первую группу ольга станислава посмотрела сказала мы с ней определить а гляну там был еще по с операцией в августе говорю давайте сейчас говорю ограничение у меня по движению пройдет я маленечко по это сама по разработаю чтобы мне понимать что у меня вообще в жизни это самое сейчас до приступлю к прохождению комиссии пройдущих врачей и нам с и все конечно такая организация надеюсь у них там еще человечность какая-нибудь осталось так после это сама скоро у нас сезон посадки готовимся уже посадки посадки кедров потихонечку без фанатизма посмотрю получится я всегда ходил один потому что миша в это время на учебе был посмотрю получится ли у одного либо это придется нам делать миша от своих планов я все равно не отказываюсь не отказываюсь и сейчас ближайшее время надо будет делать компьютером томограмму после операционного периода по рекомендации врачей в принципе все рассказал вроде так в подробностях ничего не упустил на этом тогда ролик заканчиваем с вами был сергей до свидания всем здоровья